Ну вот и солнце с вечным рождением и возрождением. Скоробей здесь символизирует вечный восход, бесконечность цикла возрождения и возрождения солнца. Сейчас оно будет лучистым. По идее, по логике надо все в шен. Но это будет еще раз солнце, потому что шен и есть символ солнца, вот как кругленький в лапках у скоробей. Но посмотрим, как он по вибрациям будет здесь сложиться или нет. Скорее всего, должен, по идее, потому что походу солнце это космическое тело. А я буду окружать шеном, это порталы космические и тоже три солнца. По идее, должно лечь, но будет чувство ограничений. Я тут не решила, мне кто-то хочется и так, и так. Может быть, как для моего вот этого полного спектра разных аспектов арканов, может быть, это будет самое то. Для кого-то кто-то выберет свое солнце, как он это чувствует. Может, так как-то. Сегодня показывала одному издателю своей. Она свою арку. Увидела ее обзор. Мы когда-то общались, когда я только первые арканы задумала. И я увидела рисунки и сказала, о, это Штаро. И я пришла и нарисовала первое. Я общаюсь с ней. Она его считала как египетская, как сириус, но немножко по-другому. Через, блин, вечно этих фартухах запоминаю каменчика, забываю. У меня с ними не дружба. Блин, не розенкрыцеры. Как этих ребят зовут? Масонок. Вот, масонское что-то. Она там всего руки уведела. Не портальное, не космическое, не сирианское. И я, в общем, пришла. А, я с ней пообщавшись, я в дороге общалась по телефону. Я в ее издательстве часто покупала колоды. И как-то так у меня перед глазами появилась рука с колесом фортуны. А мы говорили про мои идеи колод. И вот этот первый аркан, который я и нарисовала, потом через 3 или 2 года было колесо фортуны. И именно такого, как я тогда увидела. Мне захотелось его еще на бумаге запечатлеть. Потому что ко мне живая рука с энергией протянулась вихрями, вращающиеся, как галактики. А сегодня я смотрела любимое видео Рафа. Вот это зеленое с галактиками и спиралями. А до этого математическое объяснение простых чисел, спиралей и всего остального. Язык математики в галактиках. Как-то я вот вокруг них крутилась и увидела еще раз эту руку. Но теперь не с одной спиралью расходящейся, а с вот этими галактическими большими в разные стороны. Как у меня Луна, кстати. Вот это же странный паттерн на руке. Соответствует тому, что вот я увидела в видео и Раф к нему кинулся к зеленой такой спиральной галактике. Потом это же есть в коде Фибоначчи, в подсолнухах и в работе с радианами и этими простыми числами. И не только с простыми, а вообще с числами. И сегодня они совместились опять в колесо Фортуны. То есть у меня будет еще одно колесо Фортуны. Вот именно с этими спиралями и галактиками. Я даже сегодня посмотрела свои любимые видео с галактиками, с туманностями, которые так-то... Вот, кстати, здесь тоже в умеренности, из вечности, из нетленности она льет золото и раскручивается. Еще одна галактика типа Машиного Путина. Сейчас. Это Страшный Суд. Это все такие влюбленные. Это Мир. Вот. Здесь одна спираль раскручивалась. Вот она же. Первый раз я ее тогда зарисовала. Здесь много спиралей. И это будет еще одно колесо Фортуны. Теперь не одна спираль, а много раскрывающихся. Это немножко разные энергии будут. Вот они сегодня родились. Я ей сегодня показала свои уже прорисованные арканы. И она захотела подержать в руках мою колоду. Даже сказала, что за черь будет ее издать. Ну, мелочи приятно, что ее прочувствовали и она понравилась. Спасибо за субтитры. Продолжение следует...